Самарский стадион к чемпионату мира по футболу может стать уникальным и не только по меркам России. Пока, каким он будет, окончательное решение не принято. В правительстве области рассмотрели два эскиза. Главные критерии безопасность, удобство для зрителей и функциональность, чтобы объект и после Мундиаля был использован по максимуму. На совещании при губернаторе рассмотрели все за и против. Какому отдают предпочтение, в какие сроки смогут построить? Подробности в нашем материале. Еще не проект, но уже эскиз. Даже два. Первый вполне классический, овальной формы, без крыши. Меняет цвет в зависимости от освещения. От почти прозрачного до светло-серого. На фасад будет проецироваться картинка прямо с футбольного поля. Во втором варианте тоже много пространства и много воздуха. Но главное и принципиальное отличие — купол. Ничего подобного в России еще не строили, да и в мире, пожалуй, тоже. Оба предусматривают наличие так называемых скайбоксов. Это специальные ложи, где в холодное время года можно будет наблюдать за ходом игры. Там же разместят рестораны, бизнес-клубы, возможно, фитнес-центры и спортивные магазины. С северной стороны открывается вид на Жигулевские ворота, с южной — на город. Живописные пейзажи, по мнению экспертов, сработают и в коммерческих целях. Ведь стадион строят на перспективу с учетом дальнейшего использования. То есть делаем так. Предусматриваем 90 лож, два ряда на западе, два на востоке. Всего 1250 мест. Мы с вами согласны в том, что лучше на этой стадии и на стадии эскиза заложить как можно больше места, чтобы потом не пришлось ничего менять. За одним столом в зале заседания областного правительства министры, эксперты, российские, немецкие архитекторы спорят, советуются, обсуждают детально, вплоть до сантиметра. Каким будет стадион, окончательно не определились. Но пока предпочтения единогласно отдают варианту с куполом. Все за. Очевидны. Из минусов строить объект придется дольше. Впрочем, при грамотном подходе это не проблема, отметил губернатор. Если работать на опережение, то можно уложиться в срок. Может быть мы сэкономим на другом. Сэкономим на другом и впишемся близко к тем цифрам, которые определены. И какие подрядчики в том все будут на субподряд выполнять общестроительные работы. От этого будет очень многое зависеть. Вопросы тут масса, где в итоге определит, какова итоговая цена. Мы встаем уже на финишную, прямую, не только встаем, а мы финишировали вовсю, исходя из этого. Надо времени мало. Сейчас надо максимально активно проектной работы. И как можно быстрее выходить на площадку. Для того, чтобы готовить площадку, сети, другое, третье. Потому что все, что будет заранее сделано, это будет большой плюс. В октябре будет завершена госэкспертиза, а затем уже подготовят рабочий проект. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырцев. Новости губерния. Новости губерния.